Здравствуйте, меня зовут Павел Саверченко и вы на моем канале. И сейчас я участвую в проекте FlashMob YouTube, который создан для тех людей, кто хочет создать с нуля свой канал, либо для тех, у кого уже есть свой канал, но хотят его качественно настроить, оформить, оптимизировать, для того, чтобы быстро и качественно продвинуть свой канал и занимаясь любимым делом, зарабатывать на этом деньги и стать финансово независимым. Также нести какую-то пользу людям, поскольку YouTube-канал несет информационный характер, и вы будете делиться этой информацией с людьми. Соответственно, люди будут ее получать. Ну, информация, конечно, бывает разная, но надеюсь, что каждому будет полезна та или иная информация, которой мы с вами будем делиться. Сейчас я буду выполнять очередное задание. Сейчас мы его откроем. Это было, по-моему, четвертое задание. Я немножко отстаю. Так, вот четвертое задание. Я сейчас его открываю. Я его просматривать не буду, потому что я его уже посмотрел. И здесь я тоже. Но все равно, четвертое задание флешмоб YouTube. Написать комментарий к этому видео, что вы думаете по этому поводу. И записать видео-ответ на вашу тему или видео, в котором вы проанализируете свой канал и скажете, есть ли у вас регулярно выходящее видео или нет. И поняли вы, для чего нужна регулярность. Можно привести примеры жизни. Да. Это задание как раз таки для меня в том числе, потому что одна из причин, по которой мы создали этот проект флешмоб YouTube, является вот эта вот регулярность. То есть это одна из самых основных, можно так сказать, проблем, с которой сталкиваются огромное количество людей. Так, и сейчас я зайду на свой канал и посмотрю, есть у меня там регулярность или нет. И что в итоге изменится в результате участия в проекте флешмоб YouTube. Так, давайте мы возьмем сейчас, чтобы смотрели как гость канала. Чтобы можно было смотреть видео, те, которые загружены в доступ, потому что у меня есть, естественно, видео на канале, которые без доступа, просто загружены. Так, и проанализируем свой канал. Канал у меня был создан, вот этот вот канал был достаточно давно создан, несколько лет назад, но я ничего не выгружал на него. И первое мое видео, которое я выгрузил, было 7 месяцев назад. И вот смотрим, да. 7 месяцев за 7 месяцев за 7 месяцев. То есть я вот более-менее регулярно выкладывал, да, 7 месяцев назад. Ну, естественно, не каждый день, может быть, там раз-два в неделю получается, ну, где-то 2-3 раза в неделю. Вот, потом была, может, какая-то регулярность, да. Вот еще 6 месяцев, да, 6 месяцев, 6 месяцев. Вот, 5 месяцев, 5 месяцев, 5 месяцев, 5 месяцев. Потом 4 два раза, 3, 2, все, вот здесь вот пошел упадок у меня. Регулярность моя закончилась, к сожалению. Вот она. И сейчас я начинаю во флешмобе делать это регулярно. Вот 3 дня назад, 3 дня назад, день назад, ну, грубо говоря, это вот. Я каждый день сейчас выкладываю видео. Вчера выложил видео, получается, и сегодняшнее мое видео, вот это вот видео-ответ на 4-е задание флешмоб YouTube. Да, нерегулярно, это плохо. И сейчас я могу сказать, что я сделаю все возможное для того, чтобы выстраивать свои видео регулярно. По крайней мере, ну, я хочу это делать каждый день. То есть, либо это будут влоги какие-то, да, то есть, каждый день что-то новое, либо я буду еще брать из архивов своих видео, потому что тоже много всего интересного накопилось, что просто лежит мертвым грузом на жестких дисках и ничего не приносит. А так, каждое видео качественно оформлено, описанное, проставленное тегами, будет приносить трафик на мой канал. То есть, что я собираюсь сделать. То есть, у меня еще несколько каналов в нашей семье, они более продвинутые, больше подписчиков имеют и движения. Но это вот мой личный канал, которым я практически не занимался. Ну, то есть, начал вот весной, да. И сейчас вот я снова буду продолжать с новым таким движением, с новыми силами. Вот. По поводу примера, я приводил в видеофлешмобе пример про сериалы, что регулярно. Здесь я могу еще пример привести регулярности, это спорт. Если вы каждый день, допустим, отжимаетесь, да, то вы получите результат через 2-3 месяца. Действительно, у вас станут рельефные мышцы, там, да, силы побольше и так далее. А если вы будете, ну, это касается любого спорта, то что даже сжимаетесь, да. То есть, если вы будете это делать урывками, периодами, то результата никакого не будет, к сожалению. Вот. Это, как можно сказать, бодибильдеров, да. То есть, они каждый день качаются, каждый день приводят свое тело в идеальную форму. Если они этого делать не будут, то результата они не получат. То есть, ну, для того, чтобы был результат, нужно делать видео регулярно. Так что, вот мой видеоответ. Подписывайтесь на мой канал. Сюда вот, заходите на ссылочку на мой канал. Подписаться нажимаете, кто не подписан. Ставьте лайк. Пишите комментарии, какие-то вопросы, пожелания, если появились. Если вы хотите что-то обсудить. Буду рад ответить на комментарии. Все. Всем счастливо. Удачи. Встретимся на YouTube. Спасибо. Спасибо.